Верите ли вы, что есть взаимосвязь челюсти и таза? Давайте проверим это в двух упражнениях вместе. Первое тестовое упражнение на подвижность тазобедренных суставов. Нам нужно сесть ровно, ноги расставляем на ширине плеч, чуть шире ширины плеч. Садимся ровно, плечи опущены, поддерживаем себя сзади руками. И наша задача опустить колени на коврик. Итак, тестируем себя, насколько у нас подвижны тазобедренные суставы. Если получается это сделать безболезненно, легко, то это просто супер. Если не получается, то мы не делаем насильные упражнения, делаем это легко и плавно, не до боли. А теперь следующее упражнение поможет нам протестировать взаимосвязь таза и челюсти. Так, мы ложимся в шее, лицо, челюсть расслаблено. Лесницы утопают вниз. Напряжение у нас идет в прессе. Мы его подтягиваем, никаких треугольников, домиков и так далее. Все подтянули, выпрямились. Есть ли зажатость? Идет напряжение только в шее, что у нас с мышцами лица. Чувствуем, если есть напряжение в челюсти, оно зажимается. И вы можете спокойненько так, знаете, все прекрасно. Ну, подтягиваем, подтягиваем. Вы достернете себя. Это очень интересно. Когда вы работаете тазовым дном, скажем так, тазовыми мышцами, и у вас идет сразу зажимание челюсти. Этого быть не должно. Если у себя вы этот эффект заметили, челюсть у вас зажимается, вам нужно ее принудительно расслабить. Делать упражнение, то есть акцентировать свое внимание на напряжение ягодиц и отдавать сюда внимание на то, чтобы челюсть расслаблялась. То есть делаете эти упражнения, поднимаете, значит, коленочки, все отлично. Идет напряжение в тазобедренном суставе, и вы осознанно челюсть так и проверяете. Ага, расслаблено только здесь у меня напряжение, значит, расслаблено здесь должно быть. Прямо физически расслабляете. Это важно, эту связку разъединить. То есть о чем нам говорит эта связка? Если вы часто зажимаете челюсть, стискиваете зубы вот так, это говорит о том, что идет перенапряжение автоматически, то есть идет перенапряжение мышц тазобедренных суставов. С ними нужно поработать, дать им немножечко подвижности, расслаблять эти мышцы, поэтому имейте это в виду. Надеюсь, информация была полезна.